Я вообще всегда очень сильно хотел раскачать себе огромные круглые плечи С самого юношества, когда я начал заниматься в тренажерном зале, я очень большое внимание уделял плечам Мне хотелось иметь огромные круглые, просто невероятных размеров плечи И я всегда качал их очень усиленно, с большими весами Делал большое количество повторений с гантелями на разведение Мне кажется, что мне удалось тогда сделать хорошие округлые плечи В общем-то, они сейчас сохранились тоже довольно округлыми Накачанные округлые плечи сразу говорят о том, что ты тренируешься, занимаешься, следишь за своей фигурой, за своим телом Округлые плечи видно даже, когда ты одет в футболку Широкие плечи – это то, что нравится девчонкам Бывает так, что от природы плечи узкие Даже может быть так, что плечи уже, чем таз То есть жопа больше, чем плечи, это ужасно И тогда фигура имеет вот такую треугольную форму То есть когда расширяется к низу И боковая дельта, которую вот тренируешь отведением и жимами Она как раз, когда становится округлая, визуально расширяются плечи И ты становишься более атлетичным В своем треугольничном сплите я плечи качал два раза всегда, в неделю Два дня в неделю были плечи у меня Огромное внимание я уделял задней дельтовидной мышце Потому что задняя дельта, когда она раскачана Ты стоишь когда в боковой позе, твое плечо расширяется в этом направлении Когда задней дельты нет, плечо становится опять узкое Но это не кайф Нужно тренировать боковую, чтобы быть широким во фронтальной позе Нужно тренировать заднюю, чтобы быть широким в боковой позе Одно из моих любимых, можно сказать, самое любимое упражнение на плечи Это жим штанги из-за головы Многие говорят, что это самое травмоопасное упражнение для плеч Да, если у вас ограничена подвижность в плечевых суставах И вы не можете выполнять жим с разведением в стороны локтей То, конечно, да Но нужно здесь тогда работать над улучшением подвижности и мобильности плечевых суставов И также я очень любил выполнять разведение рук в стороны с гантелями на боковую дельту И поэтому сегодня, в условиях, когда все залы закрыты Нет возможности ходить в тренажерный зал Мы поговорим о том, можно ли в принципе накачать хорошие, большие, массивные, округлые дельты дома И если да, то какие упражнения лучше всего использовать Топ-5 упражнений на плечи дома без оборудования Поехали! Но начать я хотел бы все-таки с того, что дома можно использовать что-то в качестве отягощения Это может быть резиновая лента или, допустим, бутылки с воды Пятилитровые канистры, с которыми можно поработать изолированно на дельтовидные мышцы Но здесь нужно делать упражнение медленно, акцентированно по технике Понятное дело, что канистра весит 5 килограмм, эквивалент 5-килограммовым гантелям И это небольшой вес Мы можем, конечно, взять две канистры в одну руку Но тоже это не очень удобно Поэтому давайте все-таки остановимся на упражнениях с собственным весом тела Без дополнительного оборудования И начнем мы с отжиманий Понятное дело, что отжиматься нужно вот в этой плоскости И самое простое, что все рекомендуют, это отжиматься вниз головой Ставить ноги на стул, на стул, на диван, либо вообще на стенку опираться ногами Но это неудобно, потому что ты находишься вниз головой, к голове приливает Это сложно, нетипично, к этому нужно привыкать Поэтому я покажу вам другой вариант отжиманий, который, на мой взгляд, не менее эффективный Выставляем руки вперед, немного шире плеч, отрываем колени от пола И имитируем, как будто мы отжимаем либо гантели, либо штангу вверх Можно выставить руки еще больше вперед Скользим вдоль пола Колени пола не касаются По поводу техники здесь важно направлять локти четко в стороны Чтобы у вас получалось движение, имитирующее жим вверх из положения сидя или стоя Не уводите локти вперед Не перекладывайте нагрузку больше на трицепсы Чувствуйте, как напрягаются именно средние части дельтовидных мышц Максимальная пиковая нагрузка достигается здесь именно, когда руки выпрямлены Мы находимся в таком положении, как бы, планки на выпрямленных, вытянутых вперед руках И здесь я наилучшим образом как раз чувствую, как напрягаются боковые дельты Обязательно находитесь близко к полу Не нужно высоко задирать таз Вы должны прямо скользить, как будто бы вдоль пола В нескольких сантиметрах от него лицо находится близко к полу Только в этом варианте будет максимально эффективная, целенаправленная идти нагрузка на дельты Ребят, все эти упражнения с собственным весом, они более функциональные, нежели те, которые мы делаем с отягощениями Почему? Потому что мы находимся в таком положении, при котором работают не только целевые мышцы, но еще кор Это все способствует поджиганию лишнего жира Вы с большей вероятностью увидите потом кубики пресса Эти упражнения, они затрачивают большее количество мышц Это провоцирует трату больших калорий, больше энергии И они, на мой взгляд, еще более эффективны с точки зрения жиросжигания тоже И мы переходим ко второму упражнению, которое, естественно, грузит у нас дельту и больше боковую ее часть И для этого нам нужно уйти в положение планки на один локоть, на локоть одной руки Переходим, устанавливаем предплечье вперед Локтевой сустав под плечевым суставом Выпрямляем ноги и выполняем вращение из положения вниз в положение на боку Здесь у нас имитируется разведение рук Не классическое, конечно, разведение рук в стороны от туловища Здесь мы немножко имитируем вот такого рода движения Когда мы разводим локти в стороны И, конечно, вместе со средней дельтой подключается еще немного задняя Но на среднюю уходит большая часть нагрузки Также, естественно, это планка И чтобы держать туловище ровно, напрягаются мышцы кора Об этом я уже говорил, более функциональное упражнение Которое требует от вас проработки большего количества мышц Рекомендую выполнять это упражнение Также в количестве повторений не меньше 15 Три подхода с промежутком отдыха Где-то минутка-две Но если вам тяжело выполнить даже небольшое количество повторений В этом упражнении, то, скорее всего, у вас лишний вес И с лишним весом нужно бороться Это правильное питание А также нужно делать кардио И я разработал специально программу, которая так и называется Утреннее кардио Она создана для того, чтобы эффективно избавляться от лишнего веса И выполнять тренировки нужно по утрам перед завтраком Эта программа доступна всем вам по подписке Друзья, на нашем сайте fitstars.ru С использованием промокода Утреннее кардио вы можете оформить подписку С уникальной скидкой 70% И всего за каких-то 300 рублей в месяц Вы получите доступ к программе утреннее кардио И еще к более чем 30 программам видеотренировок От лучших тренеров России Fitstars.ru Переходите, вся информация в описании к видео Упражнение номер 3 Безусловно, друзья, отжимания в стойке На руках вниз головой Это самое сложное упражнение для прокачки плеч Ну, можно назвать его самым эффективным Но все индивидуально Мне, человеку весом 100 кг Тяжело выполнять это движение В необходимом количестве повторений Поэтому я предлагаю вам Выполнять просто зашагивание на стену И выглядит это следующим образом Мы встаем Выпрямляем ноги И начинаем идти Поднимаясь ногами По стене вверх Стараемся подойти Практически вплотную Туловище И стены И потом плавно Отшагиваем Снова Вперед Будьте, конечно, аккуратны с этим упражнением Потому что оно опасное Если ваш плечевой пояс не обладает должным уровнем силы Вы можете завалиться назад, на бок, куда угодно Но вот такой вариант зашагивания именно на стену Я считаю все-таки более безопасным Нежели вы закидываете ноги Когда с махом Когда встаете спиной К стене И вот все то время Когда вы идете руками Подходите к стене Мышцы работают То есть они дольше находятся под нагрузкой И это может быть первым Очень важным шагом Для того, чтобы потом разучить стойку на руках Мы уже говорили сегодня, друзья Еще и про заднюю дельту То, что она придает плечам ширину Когда вы находитесь в боковой позиции Да, и конечно же задние дельты тоже можно тренировать дома И это у нас четвертое упражнение уже Поехали Ложимся на спину Можно на коврик, можно просто на пол И мы будем делать следующее Мы устанавливаем плечевую часть руки Перпендикулярно телу Вот таким образом Ладони направлены вверх Ладони вперед, пальцы вверх И мы стараемся свести Локти вместе Оттолкнуться локтями от пола Чуть-чуть приподняться И опускаемся вниз Я согласен с тем, что амплитуда совсем небольшая Но вот эта самая небольшая амплитуда Вот это самое упражнение Целенаправленно бьет в задние пучки дельтовидных мышц Отталкиваемся локтями от пола Локти в стороны Фиксация вверху Выполняйте также минимум 15 повторений Если можете больше, делайте больше Но следите за техникой И для того, чтобы не уйти к 30-40 повторам Обязательно фиксация вверху И медленное опускание вниз Для того, чтобы мышца получила хорошую полноценную проработку Ребята, ну и теперь классика Конечно же, что у нас по классике Сначала база, потом изоляция И в конце, да, добивка И сейчас будет добивка И пятое упражнение топа Упражнение на плечи Это, конечно же, разные виды планок Поехали, сделаем Я покажу вам два варианта планок Это планка руки-локти Когда вы выполняете динамическую планку Выходите на прямые руки Потом снова опускаетесь на локти Вы видите, как прокачиваются Точнее, напрягаются плечи в этих положениях И это именно добивка Добивка в конце тренировки Выполнить По 15-20 повторений На каждую сторону Плюс также это дополнительная проработка мышц кора и пресса О которой я уже говорил Ну и второй вариант Это планка с касанием рукой-плеча Когда мы выходим на одну руку Касаемся плеча противоположной рукой И возвращаемся Друзья, вы можете использовать эти упражнения в своих тренировках Добавляйте эти упражнения в свой тренировочный арсенал Выполняйте Либо полностью этот объем Тренируя плечи Либо вы можете добавлять эти упражнения К своим тренировкам направлены на другие мышцы Вот Ну а если вы не можете себе составить Самостоятельно полноценную программу тренировок То Go на наш сайт Fitstars.ru И там вы сможете найти уже ту программу Которая непосредственно нужна именно вам На растяжку На похудение На проработку мышц Интенсивное круговое кардио И так далее Тот факт, друзья, что залы сейчас закрыты Это совершенно не говорит о том, что мы должны расслабляться Используйте это время с пользой Тренируйтесь у себя дома Чтобы потом после карантина выйти красавчиками С красивыми подтянутыми телами Тренируйтесь дома Прокачивайте мышцы Худейте И добивайтесь своих целей С вами был Михаил Прыгунов Увидимся Fitstars Счастливо, пока Субтитры сделал DimaTorzok